здравствуйте дорогие друзья в рамках написания четвертой книги я обещал изготовить ручейника с использованием меха мех немножко у нас необычный это вот как вы поймете воротничок нашей норки поэтому который мне любезно прислал сергей мельченко мех достаточно симпатичный вот если вы сможете вот так увидеть не поймешь вроде бы и как немножко воском и молоком как такой оттенок как сгущенное молоко немножечко немножечко темнее как раз годится нам для нашего ручейника прежде чем мы начнем с вами вязать я хочу еще раз напомнить вам о том что книги вот она третья 2 1 уже готовы и я отдал отдаю вернее понедельник уже на печать четвертую книгу которая посвящена даббингом остались небольшие дополнения изменения с моей стороны небольшая читка за эти два дня я успею что нам понадобится пока клей будут прихватываться я расскажу за материалом я взял крючок это вот стандартный тимка 200р номер 10 12 крупнее нежелательно потому что в нашем регионе свободно живущих ручейников такой величины нет вы делаете согласно своих габаритов и сделал огрузку получается вот как вы видите почти по всему телу не доходим буквально вот пару миллиметров до колечка свинец я взял для аккуратности уже готовый толщиной 0 35 чтобы тело вышло очень 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 ровненько работая я в тисках моего друга на тисках вернее моего друга владимира мельниченко очень удобно с его новыми губками которые он прислал практически не пришлось ничего переделывать хорошо держит практически любой крючок давайте теперь пока будет у нас подхватываться клей значит мех понятно нужно проволока для рукоделия учитывая то что мех у нас светлый нужно или не черная но такая будем говорить так красно-коричневая или же зеленая как я вот подготовил эту проволоку для рукоделия также нам понадобится с вами перо охотничьего фазана где мы в качестве лапок будем использовать вот оторванные бородки пера которые образуют крючочки я как вы знаете обычно всегда когда изготавливаю какие-либо приманки никогда их не выбрасываю и у меня уже имеется хороший запас для хвостика коготков которые имеются у ручейника я буду использовать перо охотничьего фазана в котором курочки перо достаточно крепкая поэтому желательно ну если нет у вас можете тогда применять и несколько другое перо ну чтобы оно было немножечко жестко и крепко также нить не я как можно тоньше она у меня белая но желательно конечно серую но это уже не так принципиально главное чтобы она у нас не было черной и не проявлялась по по даббингу прихватил здесь удаляем остатки за с вами должны сформировать начало нашего ручейника скажу сразу мы должны разбить на четыре части нашу приманку и получается так что три четверти это вот считайте до загиба у нас должно быть тело и вот это у нас должна быть небольшая грудочка с нашими лапками то есть практически вот на меньше чем 5 миллиметров мы должны уместить 6 лапок нашего насекомого поэтому будьте добры вы уже там сами для себя подберете как вам удобно а я буду уже смотреть как у меня она будет получаться обычно я всегда чтобы сильно не мучиться с выбором длиной я вот беру эту часть я иногда использую для жуков в сухих мушках но в данный момент и мы будем его использовать в качестве лапок учитываем еще тот элемент что мы должны немножечко подстричь потому что создать такую природную жесткость нашим коготкам аккуратненько прихватили и теперь чтобы у нас перо никуда не убежала удерживаем и движемся буквально за загиб вот приблизительно еще можно пару миллиметров чтобы создать такую изогнутую форму за счет этого все видите очень хорошо теперь я беру наше перо можно сейчас можно попозже и делаю приблизительно от 3 до 5 миллиметров оставляю перо в натяжку и обрезаю она у нас распушиться и будет достаточно вот такое приемлемое все годится теперь закрепим нашу проволоку так как у нас должна быть сегментация достаточно хорошая по всему телу как раз до нашего хвостика все подровняем чтобы не было вот этого перепада захватил жало нитка порвалась чтобы не было перепада мы с вами должны здесь хорошо вот выровнять подровнять чтобы не было ступеньки теперь можно изготавливать не обязательно из норки можно из андатры можно из маски писца ну так как я в книжке описывал нам всеми любимую норку поэтому мы будем делать сегодня из норки как вы видите она практически везде одинаково с какой стороны ее не ущипни или не отрежь кусочек меха я буду использовать и под шерсток и практически все остевые волоски посмотрим как мех будет у нас ложится и тогда мы уже с вами сможем спокойно лишнее подстричь вот смотрите я беру такую приблизительно кисточку как на для рисовать как на кисточке для рисования и аккуратно под само основание шкурки отрезаем получилась вот такая кисточка это еще не все для лучшего привлечения рыбы я буду использовать вот такой добавлять вот даббинг у меня имеется вот такой перламутровый очень очень тонкий если камера сможет передать для придания еще дополнительного блеска нашей мушки положили сюда щепоточку одну две этого уже потом сами главное не переборщить потому что рыба иногда боится ярких наших приманок периодически я изготавливаю как с даббингом всевозможным блестящим или же использую люрекс так и практически натуральный какой он только вот есть теперь все это сложили и аккуратненько так как я уже рассказывал в фильме и написал в книге подготовим для себя даббинг вот такими берем движениями начинаем разрывать перекладывать с одного места на другое до тех пор пока у нас не выйдет не скомканно а вот такая вот такая вот пушистенькая хорошая однородная масса честно скажу что в я вроде бы старался отрезать мало но здесь хватит наверное не на одну нимфу сколько я уже отрезал а теперь представьте насколько хватит вам вашей шапки вашей шкурки теперь чтобы было более менее качественная наша нимфа желательно использовать хорошую ваксу я так как них норки очень скользкий как и у всех водоплавающих животных я буду использовать наш любимый клей ваксу который я описывал в другой книге проводим буквально немножечко мелкими вот такими вот или же можно использовать вощину это уже как вам будет удобно больше десяти сантиметров друзья мои не делайте потому что получится так что неудобно будет наматывать ну по крайней мере мне точно не удобно так как камера в десяти сантиметрах от тисков крючок я пока не переставляю так как нам еще достаточно долго нужно будет работать поэтому пока намотаю половина тела будет видно и теперь как вы видите вот меня образовались долго стоял мой клей карандаш вот такие вот капельки моего мои ваксы как раз очень даже хорошо маленькими порциями берем подхватываем и создаем дабинговую нить не старайтесь много брать так как мех и сам по себе не длинный ну на нитку которая промазана можно использовать метод дабинговой петли ну учитывая то что мне тело нужно плотно поэтому я лучше изготовлю вот так по старинке вручную тем более нитка очень тонкая для дабинговой петли не совсем годится так годится вот я сделал порядка 10-12 сантиметров теперь аккуратно потому что только лишь вот самой дабинговой нитью мы формируем объем и толщину нашего ручейника тело самого два раза три раза пройтись лучше по одному месту но так чтобы у нас уже не было про пропусков нитка понятное дело раскручивается поэтому немножечко мы ее подравниваем вот так годится ну теперь мы можем переставить крючок в более удобное положение для нас и и что я здесь делаю мне необходимо вот еще буквально здесь вот пару миллиметров пройти и начать уже формировать мою грудку с ламп с лапками поэтому я беру уже не ваксу а учитывая то что я не буду много накладывать я возьму или свечку церковного от которого меня или как обычно я пользуюсь ващиной пройдусь по нитке и уже как можно тоньше подготовлю здесь дабинг потому что желательно потом нам выполнить ряд манипуляций которые с подстрижкой если конечно это будет необходимо я думаю этих три сантиметра мне будет вполне достаточно и я теперь сам этот кусочек который мне необходимо до формирования моей грудки подготовили так будет достать как вы видите три четверти тела и немножечко только оставили это ну понятное дело мы немножко сюда еще залезет берем нашу проволоку я вначале не расчесываю пусть лучше подогнуться бородки чем будем потом их выдергивать ну и стараемся сегментирование выполнить более ровно правдоподобно придав нашему насекомому более природный вид доходим до места и здесь пару витков крепим уже нашу проволоку ниткой как всегда я не отрезаю а поджимаю ноготком и отламываю годится все вот теперь только лишь я беру свою любимую щёточку зубную хоть большую хоть маленькую это уже не имеет значения и уже начинаю вычесывать и проверять как будет мой ручейник смотреть смотреть смотреться уже в более готовом виде вот я вижу что ряд волосков мне не очень нравится значит что мы делаем закрепим те которые сильно торчат и аккуратненько буквально не доходя миллиметр до тела нимфы пройдем по кругу аккуратно вот так подрежем не жадничайте при поклевках рыба еще себе надергает вам будет достаточно всех этих ворсиночек приблизительно вот такая должна быть лохматость вот так подправил немного фокуса тон у нас сбился теперь уже видно где еще вам будут мешать этого уже потом разберете сами теперь нам необходимо закреплять наши лапки для этого я переворачиваю удобное положение для себя тиски и зажимаю болтом теперь подбираем из вот оторванных моих лапок парочку тех которые по толщине по длине по коготкам чтобы более-менее подходила пара вот я нашел подходящую пару теперь мне нужно чтобы одна часть выглядывала и часть крючочка краево доходил до моего свинца и из последующей лапки должны равняться всей вот этой длине теперь опять промажем даббинг нашей ваксой и выполним как можно тоньше обмотаем то место где мы крепили проволоку и все остальное как вы видите даббингом я не прохожу еще все тело потому что очень удобно крепить лапки когда практически даббинг отсутствует на теле очень-очень удобно мы с вами выполнили оставляем нить в таком положении и теперь я беру первую пару своих лапок вымеряю длину вот она должна у меня быть приблизительно так беру вторую лапку проверяю чтоб коготки мои хорошо торчали вверх и была равная длина если вам будут казаться что они несколько длинные не переживайте для рыбалки не важно ходить со штангельциркулем важно чтобы рыба нам поверила поэтому главный судья это рыба так выровняли их желательно чтобы они были слегка как бы вдоль тела вот так нитка я их развел теперь что я делаю сразу я чтоб не нервничать потом аккуратно не в натяжку но аккуратно отрезаем на место там где у меня крепились мои лапки для надежности ставлю небольшую капельку клея могу сказать одно что вариантов изготовления очень много у меня их вы уже видели это самый такой дорожный самый-самый простой ну требующий правда определенных навыков опять добавляем нить у меня промазана вощиной даббинг будет держаться поэтому я еще не промазываю и аккуратно я прохожу даббингом следим за тем чтобы мы не нарушили положение наших лапок как можно меньше старайтесь брать даббинг это убережет нашу приманку от излишнего материала если нужно помогаем себе ноготками чем угодно вот так годится все теперь буквально как вы видите вот в месте крепления видно я пройду еще немножечко раз даббингом как можно меньше не забываем что мы должны выдержать все пропорции лапки уведем и здесь сделаем промотку отлично теперь переходим ко второй паре наших лапок также подбираем чтобы они были приблизительно из одной серии пера вот как у меня здесь пара даже еще не расщепленная в бородках в бородках и крепим следующую также я слежу за тем чтобы не заходил за мой свинец край лапки и такой притяжной натяжной петлей подхватил если видите что немножечко лапка ушла вы можете ее вот так спокойненько подправить в принципе то все пока понятно давайте я закончу чтоб не тратить ваше время и потом уже остановимся на моменте формирования головки я закрепил уже все лапки как видите получилась вот такая на первый взгляд еще не очень симпатично конструкции как я говорил необходимо нам теперь приступить к формированию головки головка у этого нашего ручейника свободно живущего она должна быть черненькой чтобы не менять нить я просто беру и подкрашиваю свою белую чтобы не повредить лапки я вот так слегка ввожу все вверх вниз и начинаю от колечка формировать головку головка приблизительно должна быть я специально чтобы не наматывать большое количество нитки специально немножечко подмотал даббинга чтобы сократить эту работу так как нитка очень-очень тонкая головка должна быть ярко выраженной вот приблизительно еще немножко нужно но не забываем о том что после нанесения лака у нас она будет еще побольше поэтому буквально вот немножко добавим вот так будет уже достаточно сделаем завершающий узел и нанесем первую капельку лака значит здесь можно использовать и ультрафиолетовый лак и ну то есть то что вам будет удобно потому что мне допустим некоторые ребята пишут что используют ультрафиолетовый лак для формирования головок я считаю что такой лак дешевле чем ультрафиолетовый поэтому нанесем берем иглой совсем немножечко следим за тем чтобы не залить наше колечко операция операция это должно у вас повториться не один раз поэтому я вот нанес полный по кругу вот уже вырисовывается давайте немножко подождем и потом посмотрим что у нас вышло вот готова наша нимфочка которая имитирует ручейника как вы видите здесь я ничего еще не подкрашивал можно было бы подкрасить и спинку после высыхания головки потом нужно будет немножечко начесать но скажу вам откровенно что в воде рыба ее заметит и так а теперь обратите внимание то о чем я вам говорил что все наши мушки серые пока не попали в воду вот она вроде бы как молочного с таким слегка рыжеватым оттенком а в нимфе она у нас серая вот и все друзья как вы видите благодарю за внимание можно это все потом лапки заменить и пером сверху можно делать чехлик снизу чехлик вариантом бесконечное множество вот все благодарю за внимание не забываем о книгах адрес у нас почты немножко изменился в связи с тем что на украине запрещены сайты одноклассники и в контактах поэтому я укажу новой новую почту чтобы вы писали благодарю за внимание до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч